Иностранная речь, которую можно услышать на улицах города, давно перестала удивлять нижегородцев. Ведь туристы из разных стран не редкость, а в последнее время наш регион стабильно входит в первую десятку привлекательных мест России. И рост числа делегаций со всего мира, приезжающих в Нижний Новгород, Городец и Семенов, лишнее тому подтверждение. Восхитительные, огромные и хорошие, молодцы. Это просто и мастера на все руки, и в область можно гордиться этим, на самом деле. Никогда не было места, не фабрика, как этого. Я придумал, например, фабрика матрешки, самая большая, может быть, Москва, может быть, Питер. Но Нижний Новгород, я никогда не придумал, у вас самая большая фабрика матрешков для России и для мира. Поэтому я просто шок сейчас. Но не только города мастеров приковывают внимание туристов, но и природные места. А именно водный туризм. Можно взять экскурсию к Лысой горе или Телячьему острову. Тем более, что эти направления сейчас прорабатываются будущими экскурсоводами, которые каждое лето прокладывают туристические маршруты по рекам и ручьям нашей области на теплоходе, оборудованным мобильной лабораторией. Практическое применение тем возможностям, которые им преподают в теории. Они действительно хотят сделать туристические маршруты, те, которые сегодня мы еще не знаем. И действительно раскрыть ту, ну, не знаю, там, изюминку нашей нижегородской земли. Ждите передам, что есть такая возможность управления Министерской культуры, чтобы они вас в свою обойму взяли и, допустим, приезжают. Вот сейчас я сегодня с утра общался с иностранными журналистами. А если бы их прокатить и показать здесь некоторые вещи, которые по берегам реки у нас находятся, и их историю, то это было бы намного эффективнее, нежели чем показать им одно место, а про остальные раскатывали. Поэтому давайте включайтесь в общую систему, правильное направление. Я скоро закончу свой университетский год и в дальнейшем думаю, что я буду работать здесь, создавать новые туристические маршруты, так как это перспективно для нашей области. Кроме круизного и водного у нас много различных других видов, например, историко-познавательный туризм, туризм по местам святынь православных, туризм рекреационный. Очень рекомендую посмотреть всем, кто приезжает к нам в Нижний Новгород и в нашу область. Путешествие это все-таки одно из самых интересных и познавательных развлечений в нашей жизни, и приятно, что туристов привлекает Нижегородская область.